Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Польскова Наталья Александровна. Я являюсь президентом Ассоциации педагогов семейных детских садов и многодетной мамы шести детей. Сама я работаю воспитателем семейного детского сада уже 10-й год, с 2008 года, и хочу вам рассказать об этой интересной форме дошкольного образования и также очень полезной и интересной форме трудоустройства многодетных матерей. Семейные детские сады представляют собой следующую вещь. Это не самостоятельное юридическое лицо, это структурное подразделение, действующее образовательной организацией муниципального детского сада. В Москве сейчас это действующее подразделение школы, потому что детские сады соединены со школами. Открывается это как группа детского сада, но группа своеобразная. Воспитателем в этой группе является родитель, законный представитель детей, а дети из многодетной семьи, дети-дошкольники, являются воспитанниками этого семейного детского сада. Также, в отличие от обычной группы, группа семейного детского сада открывается по месту проживания многодетной семьи. Что характерно, что, конечно, не в каждой многодетной семье даже с большим количеством детей есть трое дошкольников, и вот в Москве этот момент решается следующим образом. Если в семье есть хотя бы один дошкольник, то семья может пригласить детей из других семей тоже поучаствовать в этом, так сказать, сообществе, в этом детском садике, и в группу могут записаться дети любые. Эта группа разновозрастная. Единственное условие, что они должны быть, конечно, дошкольники, и даже не обязательно из многодетных семей. На сегодняшний момент в Москве, например, у нас насчитывается больше 800 семейных детских садов, но, к сожалению, по всей стране семейных детских садов очень мало. Их чуть больше двух тысяч, и большая часть из них находится в Москве, в Краснодарском крае. Хотя, конечно, эта форма дошкольного образования в реальности очень востребована многодетными семьями, потому что она, ну, как бы отвечает на основные потребности семьи. Многодетная мама может быть трудоустроена, но при этом она трудоустроена без отрыва от семьи, без отрыва от своих собственных детей. И, конечно же, это приносит большие плоды, в первую очередь плоды воспитательные, потому что мама такая не перекладывает свои функции ни на каких посторонних лиц, а сама полностью занимается воспитанием детей. Я думаю, что никому не нужно объяснять и рассказывать, что, конечно же, для ребенка родная мама является, безусловно, лучшим педагогом и лучшим воспитателем, потому что она знает все его индивидуальные особенности, все, что присуще конкретному ребенку, и знает к нему правильный подход. То, чего так часто, в общем, мы ищем и не всегда находим у посторонних воспитателей, ну и это понятно, потому что мама ребенка знает намного лучше. Чем еще интересен этот проект, и я думаю, что он может заинтересовать в данном случае как раз региональные власти, где вы находитесь сейчас и как-то можете их замотивировать, тем, что это проект, в первую очередь, демографический. Помимо того, что мама воспитатель воспитывает своих собственных детей, у нее появляются уникальные возможности, я это хочу подчеркнуть, это единственная профессия в нашей стране, которая дает возможность спокойно продолжать свой род и рожать следующих детей, также без отрыва от производства, назовем это таким словом. Потому что мама находится опять же дома, и, в общем, очень чистые в последнее время случаи, когда женщина-воспитатель семейного детского сада даже не уходит в декретный отпуск и благополучно рожает одного другого ребеночка, и при этом у нее сохраняется трудовой стаж, и, конечно же, в общем, это большая польза для семьи и для самой женщины. Более того, понятное дело, что эта женщина даже мотивирована иметь еще больше детей, потому что до тех пор, пока у нее будут собственные дошкольники, она может продолжать свою трудовую деятельность как воспитатель семейного детского сада. Поэтому здесь как бы это все обоюдно, и наша организация не так давно провела интересные исследования, и мы выяснили, что, оказывается, у воспитателей семейных детских садов, которые работают больше трех лет, в среднем в каждой группе родилось уже двое детей. А это, как правило, и пятые, и шестые, и даже девятые, и десятые дети в семье. Вот такие показатели. Ну, естественно, в какой-то семье родилось там больше детей, в какой-то меньшее, я говорю, средний показатель. Но, тем не менее, это так. Это, конечно же, говорит о том, что такая форма может быть очень востребована многодетными семьями. Как нам многим известно, что далеко не в каждом регионе многодетная мама может найти работу. Связано это, конечно же, и с большой нагрузкой семейной. Часто женщина просто не может, и не на кого ей переложить свою функцию. Ну, и связано это с менталитетом работы дателей, которые неохотно берут на работу многодетных женщин. Что же в итоге получается? Получается, что вся, так сказать, нагрузка по финансовому обеспечению семьи ложится на плечи одного родителя, папы. Как мы с вами прекрасно знаем, что очень мало у нас есть таких работ, скажем так, которые могут действительно обеспечить очень большую семью. Как правило, зарплата большинства людей не рассчитана на то, чтобы содержать семью большую. То есть, в лучшем случае, они рассчитаны на содержание одного-двоих детей. Именно поэтому, когда мама может работать без отрыва от семьи, это, естественно, приносит очень большой вклад в семейный бюджет. Это дает возможность семье выйти за пределы бедности, потому что очень часто, к сожалению, семья с большим количеством детей во многих случаях приравнивается к семьям малообеспеченным. Это повышает статус самой многодетной семьи, безусловно, потому что, в общем, эта семья переходит в другую категорию, и она, как бы, скажем так, расправляет крылья. Ну и, конечно же, для самой мамы, которая становится трудоустроена, это тоже очень большой стимул, потому что она получает определенный статус в обществе. И, в общем, ну, скажем так, как это ни печально звучит, но работающую маму почему-то у нас уважают больше, чем маму, которая работает мамой. Хотя нагрузка материнская, безусловно, очень велика, но, к сожалению, мало кем оценивана. Ну, это так вот, я вкратце рассказала, так сказать, в чем состоит суть. Теперь могу немножко детальнее рассказать об особенностях семейных детских садов. В настоящий момент законодательство в сфере образования в Российской Федерации предполагает, что на должность воспитателя могут быть устроены люди, имеющие педагогическое образование. И действительно, воспитатели семейных детских садов, которые трудоустроены как воспитатели, должны были получить высшее, ну, простите, не высшее образование, а педагогическое образование. Очень часто женщины в данном случае пользуются как раз на базе уже имеющегося образования курсами профессиональной переподготовки. В настоящий момент и такого рода курсов достаточно много, и часть из них не очень продолжительна. Вот, есть более длинные курсы, ну, вот, в частности, например, православный Свято-Тихоновский университет открыл даже специально, в общем, на базе педагогического факультета специально курс вот такой профессиональной переподготовки для воспитателей семейных детских садов, и очень успешно эти курсы посещаются. Для женщин, которые живут в отдаленных регионах, есть курс дистанционный, их можно найти, и получить такое вот образование. Конечно, это очень большой тоже плюс, потому что, к сожалению, многие женщины многодетные при устройстве на работу, скажем, они вырастили своих детей и хотят устроиться на работу. Выясняется, что квалификация, которую они получили, когда получали свое первоначальное образование, утрачена, им очень трудно найти работу по специальности. Если у женщины есть дополнительное образование, конечно, шансов того, что она будет иметь работу и в дальнейшем, значительно больше, поэтому это плюс. Но если же по каким-то причинам женщина не может получить дополнительное профессиональное образование педагогическое, то это не значит, что она не сможет работать и стать, так сказать, воспитателем семейного детского сада. Это значит, что она будет назначена просто на другую должность, на должность помощника воспитателя, которая не предполагает педагогической деятельности. В данном случае это, ну, в общем, тоже решает проблему, и у нее будет группа по присмотру и уходу, что, в общем, вполне, так сказать, достаточно для начала, а в дальнейшем эта женщина может уже получить образование, будучи трудоустроенной. Какие еще есть особенности у семейных детских садов? Семейные детские сады не оторваны от социума, то есть это не закрытая структура, а она связана с базовым детским садом, при котором открывается, поэтому дети могут проходить необходимую социализацию на базе детского садика. Что я подразумеваю под этими словами? Ну, в частности, те занятия, которые не может им дать мама-педагог, они могут получить у себя на базе детского сада, например, музыкальные занятия, физкультурные занятия, какие-то праздники, занятия с логопедом, занятия с психологом и так далее. В данном случае это все согласуется, естественно, с родителями и с возможностями того детского сада, при котором открывается данное подразделение. Также действующий закон об образовании подразумевает комбинированные формы образования, в частности, даже дистанционные всевозможные способы. И если регион не имеет, скажем, большого количества детских садов и какой-то населенный пункт находится довольно далеко от образовательной организации, для такого семейного детского сада, если он открывается на расстоянии, можно использовать и другие технологии современные. И, в общем, это применяется сейчас довольно успешно там, где это, в общем, находит свой отклик. И теперь, к сожалению, о том, почему семейных детских садов так мало в нашей стране, хотя это такая прекрасная форма, и, как я уже сказала, она очень востребована. К сожалению, в настоящий момент малокомплектная группа, а в семейном детском саду находятся от трех до пяти детей, финансово невыгодна самой образовательной организации и учредителям. И несмотря на то, что это такая прекрасная форма, и эта форма действительно не только поддержки, но и демографического роста в конкретном регионе, как я уже сказала, вот, к сожалению, очень часто происходит, что чиновники на местах всячески препятствуют открытию семейных дошкольных групп. И уже даже вот, я не знаю, может быть, это как-то немножко не совсем корректно, но я уже делаю выводы, например, даже о регионе в целом и о поддержке многодетных семей в регионе по тому, как развиваются или не развиваются семейные детские сады в данном конкретном населенном пункте. Это очень хороший показатель, и мне бы очень хотелось, чтобы он изменился, в общем, и чтобы очень большое количество семейных детских садов могли открыть желающие семьи. Ну и, конечно, чтобы как можно больше деток рождалось в этих семьях, безусловно. Часто люди задают вопрос, с чего нужно начать. Вот хочет семья открыть семейный детский сад, ищет она какие-то, скажем, нормативы или что-то еще, и не может найти пошаговую инструкцию, что нужно сделать. В данном случае нужно в первую очередь обратиться в свое управление образования и поинтересоваться, есть ли такая форма в вашем регионе, существует ли какое-то нормативное положение, и если оно существует, то нужно с ним ознакомиться. Почему это так? К сожалению, у нас сейчас все образование, и дошкольное в том числе, находится в ведении регионов. Поэтому нет никакой единой системы, унифицированной для всей страны. В каждом регионе создается свое положение, оно может очень существенно отличаться от положения даже соседнего города. Но если вдруг оказалось, что в вашем регионе нет еще такого положения, это может быть даже лучше, потому что вы можете стать инициатором его создания, вы можете изучить действующее положение, и в конце нашей встречи будут даны координаты сайта нашей ассоциации, где у нас есть уже предложено определенный ряд положений, действующих в регионах. Можно, конечно, связаться со мной, я всегда рада дать любую консультацию по данному вопросу, но если положения в регионе не существует, то нужно просто создать инициативную группу тех людей, которые захотят этим заниматься, и обращаться в муниципальные органы власти с тем, чтобы это положение было создано. И если вы будете активно в этом участвовать, то вероятность того, что положение будет хорошее, по которому действительно можно будет работать, значительно увеличивается, чего я, собственно говоря, всем желаю. Кратко, я думаю, что я рассказала о том, что хотела, и жду ваши вопросы, если таковые будут. Благодарю за внимание. Наталья Александровна, добрый день. Подскажите, пожалуйста, что значит ваша фраза «Мама трудоустроена, пока у нее дети дошкольники». Она получает заработную плату от государства, заранее благодарна. Спрашивает Тамара Березина из Москвы. Да, конечно. Я с этого начала, что семейный детский сад является структурным подразделением действующей образовательной организации, а мама устраивается на должность воспитателя. То есть, это мама-воспитатель устраивается воспитателем своей семейной группы, а по действующему положению московскому семейная группа, семейный детский сад, может функционировать до тех пор, пока в этой семье существует хотя бы один дошкольник. То есть, пока существует один дошкольник, мама может принимать в эту группу детей из других семей, соответственно, она трудоустроена. Да, все правильно. И получает зарплату, конечно же. Алена Березина из Калининграда спрашивает, возможно ли скинуть правовую базу по данному вопросу, чтобы изучить и обратиться к региональным властям? Вы можете обратиться ко мне непосредственно, можете посмотреть на нашем сайте, опять же, информация будет представлена. И если что-то будет непонятно, я готова вас проконсультировать лично. Римма Баринова спрашивает, существуют ли нормы САНПИНа и есть ли контролирующие органы? Да, существуют. Для семейных дошкольных групп существуют отдельные САНПИНы. Спасибо за этот вопрос. Дело в том, что, к сожалению, именно эта часть, как раз, чаще всего является камнем преткновения для открытия семейных дошкольных групп в регионах семейных детских садов, потому что большинство чиновников, к сожалению, располагают либо устаревшими сведениями, либо не утруждают себя поискать сведения, так сказать, достоверные. В частности, самое распространенное заблуждение среди чиновников, что семейный детский сад не может быть открыт выше второго этажа, что в здании должна быть обязательно аварийная сигнализация, что помещение должно быть оснащено эвакуационным выходом. Особенно нелепо это звучит, конечно же, в больших городах, где люди живут, в многоэтажных домах и так далее. В настоящий момент МЧС России дало разъяснение по этому поводу, и всем заинтересованным я могу выслать этот документ, что к семейным дошкольным группам применяются те же требования, какие применяются просто к жилым помещениям. Соответственно, если семейный детский сад открывается в квартире или в жилом доме, который зарегистрирован, который принят в специальной комиссии, в котором живут люди, то никакого дополнительного эвакуационного выхода и сигнализации, тем более этажности, не требуется. Что же касается СанПинов, то надо сказать, что в общем, в данном случае СанПина для семейных дошкольных групп значительно, как это сказать, проще, чем для обычных детских садов. И если их внимательно поизучать, то они вполне реалистичны, выполнить их можно. Но опять же, здесь, конечно, все зависит, к сожалению, от конкретного чиновника, потому что, если, как это ни печально звучит, если наши чиновники захотят зарубить какую-то инициативу, они это делают профессионально и пользуются уже, конечно, теми же самыми СанПинами. Но, в общем, в них нет ничего страшного, они тоже представлены у нас на сайте. Они вполне реализуемы. Благодарю. Наталья Русина из Иркутской партии просит упочнить, то есть детский сад мама открывает в своей квартире? Да, конечно. Возвращаясь еще раз к самому началу. Семейный детский сад не является юридическим самостоятельным лицом. В данном случае мама, воспитатель, который его открывает, не является индивидуальным предпринимателем. Я это подчеркиваю. Она является трудоустроенным воспитателем муниципальной образовательной организации. Но группа, в которой она является воспитателем, как правило, состоит либо из ее собственных детей дошкольников, либо из какого-то количества собственных детей дошкольников и приходящих детей. И место ее работы, место открытия этой группы это адрес проживания многодетной семьи. Да, совершенно верно. Но в данном случае если кого-то смущает сам факт нахождения в семье семейного детского сада, я просто кратко отвлекусь и скажу, что как раз-таки по санитарным нормам для семейного детского сада должно быть выделено помещение, где свободная площадь всего лишь 2 квадратных метра на ребенка. То есть в данном случае если эта группа состоит из троих детей, то под нее вполне можно оборудовать одну единственную комнату в данной квартире, например, где проживают конечно еще другие люди. Ну, родственники, понятно. Елена Грублевская из Санкт-Петербурга спрашивает, могут ли объединяться несколько многодетных семей. Это позволит получить несколько воспитателей и работы по смене. Если мама заболела, например, как решается вопрос, если это мама воспитателей единственная? Спасибо за вопрос. К сожалению, такой практики пока не существует, чтобы мамы-воспитатели объединялись, но поскольку, опять же, я повторяю, что в данном случае по аналогии это точно такая же группа, как и группа обычного детского сада, то на случай, если мама действительно тяжело заболела и не может какое-то время заниматься детьми, эти дети имеют право посещать группу просто в детском саду по желанию естественной родителей. Если таковое желание существует, то на время больничного листа или даже на время отпуска мамы-воспитателя детям может быть временно предоставлено место в группе. по аналогии я могу привести пример, что, скажем, летом детки в обычном детском саду в большинстве не посещают группы и происходит некое перераспределение внутри детского сада. Скажем, часть воспитателей уходит в отпуск, часть групп расформировывается и на время летних отпусков летнего периода формируются такие вот временные группы. Вот такая практика существует. Денис Канаев из Красногорска. На каких основаниях образовательное учреждение может отказать в создании конкретной семьи семейного детского сада? Спасибо за вопрос. Дело в том, что основанием для открытия семейного детского сада в конкретном регионе основным основанием будет являться как раз-таки действующее местное региональное положение. Для того, чтобы изучить действующее местное региональное положение, с ним надо ознакомиться и посмотреть, насколько ваш случай соответствует этому региональному положению. Почему я как раз-таки обратила на это внимание еще в своей в своем микродокладе? Потому что, к сожалению, именно в нормативах, которые рассматриваются в этом документе, часто скрывается как раз-таки вот тот момент, что не всякая семья может открыть семейный детский сад. Но в качестве примера я вам приведу, например, положение города Химки Московской области, которое, на мой взгляд, считается крайне неудовлетворительным в силу того, что оно носит отчасти запретительный характер и не дает большому кругу семей открыть семейный детский сад, поскольку в этом положении есть такой пункт. Например, семейный детский сад может открыться в семье, в которой имеется трое собственных дошкольников на момент открытия. Это довольно редкий случай, когда в семье сразу одновременно есть трое дошкольников, а также при этом мама, которая претендует на роль воспитателя, согласно Химкинскому положению, уже на момент открытия должна иметь законченное педагогическое образование. Как я в шутку называю это положение, оно рассчитано на многодетных педагогов исключительно. И понятное дело, что оно сужает круг потенциальных претендентов. В данном случае, чтобы ответить на вопрос, который мне поставили, нужно сначала посмотреть само положение. А как это происходит, процедура открытия, как правило, в семью, которая претендует на открытие семейного детского сада и подает соответствующее заявление, приходит комиссия. И вот комиссия должна принять квартиру, провести собеседование с соискателем на должность воспитателя. Ну и вот по факту, так сказать, обследования этих жилищных условий и собеседованием они выносят какое-то свое заключение. В данном случае, конечно же, если комиссия нашла какие-то недочеты, их можно устранить. То есть, это не значит, что они приняли решение, и оно уже не подлежит никакому изменению. Часто бывает, что не такие сложные препятствия, которые устранимы, в общем, довольно-таки легко, если это так. Наталья Третьякова, Чебоксар, можно ли вступить в ассоциацию православных педагогов семейных детских садов, и если да, то каковы условия? Спасибо за вопрос. Ассоциация, которую я представляю, она не является, так сказать, не относится ни к какой конфессии. Я помогаю всем воспитателям и всем соискателям, независимо, так сказать, от их национальности и вероисповедания. В настоящий момент, если вы хотите со мной сотрудничать и с нашей организацией, вы можете просто написать мне на электронную почту, и я вам сообщу все, что для этого нужно сделать. Благодарю за ваше желание. Будут ли какие-то еще вопросы? Нет вопросов? Ну что ж, я благодарю всех за внимание. Надеюсь, что немножко... А, простите, есть вопросы. Наталья Орлова из Волонца. Просите, направление подходит для всех граждан, независимо от ее исповедования? Да, безусловно. Это подходит для всех граждан. Просто в данном случае это прекрасная форма для родителей, которые обеспокоены воспитанием собственных детей, которые не хотят упустить детство своих детей, которые ответственно относятся именно к периоду дошкольного воспитания ребенка, которые хотят посвятить свое время и свою энергию собственным детям. Вот на кого рассчитаны семейные детские сады в первую очередь. Конечно же, для верующих родителей я не скрываю этого. Это прекрасная форма, потому что духовно-нравственное воспитание ребенка, особенно в маленьком возрасте, оно, конечно, имеет огромные плоды в будущем, и если родители серьезно озабочены этой проблемой, то я думаю, что это наилучший вариант, и я знаю очень много семей, которые не имеют возможности, скажем, в отдаленных регионах по определенным причинам открыть семейный детский сад, но они также посвящают все свое свободное время детям, и находятся с ними непосредственные связи, близости, и воспитывают их сами дома. Просто это как семейный детский сад, это как альтернатива семейному образованию, скажем так. Вопрос от Милани Примилова из Москвы. Сколько человек минимум должно быть в таком детском саду? Спасибо за вопрос. Согласно московскому положению минимальное количество детей это трое. Среди этих троих детей у вас должен быть хотя бы один свой собственный ребенок дошкольного возраста. Остальные дети могут быть детьми из других семей. Существует ли форма контроля и усвоения программы дошкольного учреждения со стороны детского сада? Спасибо за вопрос. Согласно действующему в нашей стране закону об образовании всякие формы так сказать аттестации детей дошкольников в нашей стране запрещены. Поэтому никакой аттестации детей быть не может ни в семейном детском саду, ни в любом другом детском саду. если вы беспокоитесь об качестве тех знаний, которые получают дети, то в данном случае происходит очень хорошее взаимодействие с дошкольной образовательной организацией, которая дает консультации по вашему запросу. Здесь все индивидуально. воспитатель семейного детского сада может диагностировать своих деток по желанию, но это никак не связано с какими-то критериями оценки качества деятельности семейного детского сада. В данном случае это направлено в первую очередь на выяснение каких-то индивидуальных особенностей ребенка и на оказание ему своевременной консультативной помощи. Предположим, если у ребенка логопедические трудности, а родитель воспитатель не обладает логопедическим образованием, то он может получить не только консультацию, но и логопедическую помощь. Насколько охотно сами детские сады принимают на работу матерей, желающих организовать группу на дому? Вы знаете, этот вопрос на самом деле исключительно индивидуальный, потому что нету никакой единой модели, которая характерна для всех руководителей образовательных организаций. Есть руководители, которые охотно открывают, есть руководители, которые открывают неохотно. В данном случае, конечно же, в больших городах есть преимущество при открытии семейного детского сада, потому что совсем не обязательно его открывать прямо в самом ближайшем детском саду, если по какой-то причине администрация не хочет открывать семейный детский сад. У воспитателей есть выбор, и можно найти при желании образовательную организацию, которая захочет открыть. конечно же, в небольших населенных пунктах это сложнее реализовать, но в этом, я думаю, что как раз-таки и скрывается причина того, что в регионах семейных детских садов не очень много. Если говорить простым человеческим языком, то часто возникает недопонимание роли воспитателя мамы и работа самой малокомплектной группы, чаще всего аргумент не в пользу семейного детского сада звучит примерно так. У нас приоритет охватить детей дошкольным образованием, и группа, в которой действительно 20 детей, это решение проблемы, а трое, пятеро детей это как бы вроде облегченный вариант. Но в данном случае это спорный вопрос, потому что если воспитатель в обычной группе работает не один, он работает в коллективе, и в данном случае этот воспитатель имеет, конечно же, и помощников воспитателя, он имеет педагогов, которые периодически забирают детей на какие-то занятия, и также у этого воспитателя есть повар, есть уборщица, то все эти функции воспитатель семейного детского сада совмещают, и поэтому как бы в данном случае конечно вопрос спорный, насколько это легкая работа, и в общем особенно если у воспитателя есть еще грудной ребенок, например, но я уж не говорю о старших детях, но часто бывает такое непонимание, но это связано конечно же еще и с тем, что менталитет современных людей уже так устроен, что дошкольное воспитание ребенка в учреждении считается более чем нормой, более чем нормой, а воспитание ребенка дошкольника в семье ну как бы к сожалению считается уже не всегда нормой, хотя в реальности все наоборот, и первые детские сады, которые создавались, они создавались скорее как вынужденная мера, нежели как необходимость, ну вот здесь конечно есть такое противоречие, спасибо, Надежда Тихонова из Архангельска, по образованию я специалист по работе с молодежью, у меня двое детей дошкольников, могу ли я быть учредителем семейного детского сада? Нет, учредителем семейного детского сада вы быть не можете, потому что учредителем семейного детского сада является муниципальная организация и детский сад, семейный детский сад не является юридическим лицом, как я уже говорила, хотя конечно есть форма и если вы хотите стать учредителем индивидуальным предпринимателем, вы можете стать им, но здесь совершенно другая тема сейчас рассматривается, я не говорю об так сказать индивидуальном предпринимательстве в настоящий момент я говорю о трудоустройстве в должности воспитателя при муниципальной образовательной организации, но так сказать в группу семейного так сказать детского сада. это разные формы и лучше их не путать на самом деле. Евгения Любезнова спрашивает, какие формы контроля деятельности детского сада предусмотрены законом со стороны администрации детского учреждения? Спасибо за вопрос. В данном случае опять же я не могу ответить на него совершенно конкретным образом, потому что это зависит от многих факторов. Например, это зависит от устава образовательной организации, это зависит от положения, которое издает образовательная организация, когда она открывает первый семейный детский сад. Поэтому это локальные акты, которые в данном случае совершенно индивидуальны и они создаются непосредственно в лоне той образовательной организации, при которой вы собираетесь открываться. Но если говорить о практике, которая применима в Москве, то опять же у нас разные образовательные организации и у них немножечко форма работы с семейными детскими садами не одинакова. Но что существует как отчет например педагогической деятельности воспитателя, то есть у воспитателя есть план педагогической деятельности, у него есть программа, по которой он работает образовательно и конечно же этот воспитатель проводит либо открытые уроки, либо показывает какие-то мастер-классы, то есть взаимодействие с организацией существует безусловно, но в каждом конкретном случае есть свои нюансы, поэтому мне трудно спрогнозировать, что будет у вас если вы откроете семейный детский сад. Кто несет ответственность за ребенка и есть ли минусы семейного детского сада? Когда ребенок устраивается в образовательную организацию, то родители заключают родительский договор с образовательной организацией. Если родитель является воспитателем, то безусловно он и несет ответственность за ребенка. Но поскольку он находится опять же в зависимости от образовательной организации и не работает самостоятельно, то безусловно образовательная организация разделяет эту ответственность. Здесь нет ничего противоречащего так сказать ни практике, ни здравому смыслу. Ответственность точно такая же, как какую ответственность несут по отношению к любому ребенку, который находится в дошкольной образовательной организации. Какие минусы? Трудно ответить на этот вопрос, но может быть минусы пожалуй только один. Если мы берем маму воспитателя, которая находится непосредственно со своими детьми или с приходящими детьми и работает воспитателем семейного детского сада, то наверное только один минус у нее есть, это минус определенной родительской усталости, поскольку у нее нет сменщика, у нее нет помощника, и в данном случае у нее даже не меняется место работы, а всем конечно знакома ситуация, когда женщина часто рвется выйти на работу, ну чтобы просто банально отдохнуть от своих семейных забот, в данном случае эта женщина несет определенную нагрузку как бы скажем так постоянно, но для кого-то это и плюс, потому что ну как вам сказать, я в таком случае всегда говорю, что мы сами выбираем себе коллег по работе, кто-то вот прекрасно себя чувствует в такой обстановке со своими собственными детьми, и я в том числе уже десятый год работы воспитателем семейного детского сада ни капельки не жалею, не вижу плоды, так сказать, своих трудов. А, на Устюговой скурган интересуются из чего складывается и как формируется зарплата воспитателя такого детского сада? Хороший вопрос, он скорее бухгалтерский, нежели, так сказать, для нашего круга. В настоящий момент ситуация такова, что даже в двух соседних детских садах, которые стоят на одной улице, нет понятия одинаковой заработной платы. Заработная плата в каждой организации теперь своя. Состоит она из многих наборных компонентов. Безусловно, у нее есть какая-то базовая часть, у нее есть так называемые стимулирующие выплаты и прочее, но мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что даже в одном городе зарплата воспитателя семейного детского сада может очень существенно отличаться в зависимости от того, в какой организации этот воспитатель работает. Но, чтобы мы с вами понимали, конечно же, поскольку в данном случае речь идет об официальном трудоустройстве, то эта зарплата никак не может быть ниже регионального МРОТа. Вот так. Какая организация устанавливает или разрешает установку видеокамер в семейном детском саду? Мне не совсем понятен этот вопрос. Во-первых, я не понимаю, для кого устанавливать видеокамеры в семейном детском саду и кто собирается смотреть эту трансляцию. А во-вторых, мне непонятна цель установки видеокамеры в семейном детском саду. Поясните, пожалуйста, я с этим не сталкивалась. Если речь идет о вариантах взаимодействия с образовательной организацией дистанционной, то это не постоянная съемка, а это проходит тоже в режиме, вот как мы сейчас с вами встречаемся, в режиме некого вебинара. И в данном случае воспитатель пользуется своими веб-камерами, которые у них есть в их пользование. Если вы подразумеваете в данном случае какие-то другие камеры, то поясните, пожалуйста, ваш вопрос, мне непонятно. Что касается организации питания для детей, кто готовит и оплачивает продукты для приготовления еды в семейном детском садуне? Хороший вопрос, я как-то его обошла стороной, спасибо, что вы мне напомнили. в данном случае опять же все зависит исключительно от ситуации, связанной с регионом и с региональным положением. Существует несколько видов организации питания. В Москве организация питания на мой взгляд самая удачная, потому что воспитатель просто получает средства на питание воспитанников и отчитывается по этим средствам в зависимости от посещаемости детей, то есть если приходящие дети из других семей по какой-то причине не посетили семейный детский сад, то этот день просто не оплачивается. В некоторых регионах Российской Федерации существует другая практика, например, детский сад снабжает семейный детский сад, если он находится в шаговой доступности уже готовым питанием из своих резервов. То, что едят дети в детском садике, то едят они в семейном детском саду и получают просто в контейнерах. Есть еще вариант, когда детский сад снабжает продуктами. Семейный детский сад и воспитатель уже просто по меню, которое есть у каждого воспитателя, готовит из этих продуктов то, что он должен приготовить сбалансированное питание. Ту форму, которую выбирает регион, он выбирает в зависимости из своих особенностей. Еще раз подчеркну, что самая удобная форма, это та, которую я назвала первой, когда воспитатель просто получает деньги на питание воспитанников и готовит на месте, потому что в данном случае в первую очередь учитываются индивидуальные особенности конкретного ребенка. Например, часто в семейных детских садах бывают дети с какими-то особенностями, предположим, с аллергией. И такому ребенку, конечно, намного лучше, если ему приготовят ту пищу, которую он может есть. В детском саду ограниченное количество ставок воспитателей. Воспитатели семейных детских садов нанимаются в штат сверхчисла имеющихся ставок или как? Вы знаете, этот вопрос, конечно, не ко мне, а к учредителям и к администрации той образовательной организации, которая готова открыть семейный детский сад. Конечно, это отдельная ставка воспитателя, но каким образом она формируется, мне лично неизвестно. Но вообще, поскольку у нас существует подышевое финансирование воспитанников, то, в общем, я думаю, что эта ставка формируется из того фонда, который приходит на этих детей, как правило. Будут ли еще вопросы? Наталья Орлова просит уточнить, взымается ли с родителей плата за посещение детского сада как госучреждения, если это ребенок не из данной семьи? Спасибо за вопрос. Простите, вот это я совсем упустила. В данном случае ситуация такова. Все зависит, опять же, от региона, потому что у нас нет общей, так сказать, система с льготным посещением дошкольных учреждений. Приведу пример. Например, в Москве, если ребенок из многодетной семьи посещает образовательную организацию, то этот ребенок посещает детский сад бесплатно, в том числе и группу семейного детского сада. Если же ребенок не из многодетной семьи, то он посещает и семейный детский сад, точно так же на таких же основаниях, как и обычную группу, то есть платно, и плата точно такая же, как в той образовательной организации, куда он записан. Часть регионов имеет какие-то другие льготы, ну, например, они дают определенную, так сказать, скидку на посещение, но не бесплатно. Так вот, вся та же самая ситуация. по аналогии с обычной группой. Если в вашем регионе дети платят за посещение группы, то также посещение семейного детского сада будет платным. Для всех категорий это индивидуально, то есть, если, например, ребенок-инвалид имеет какую-то льготу, то эта льгота будет применена и в семейном детском саду. Точно так же. Алена Березина просит поделиться вашим личным опытом, если это возможно. Как вы начали, какие сложности преодолели, когда обратились в детсад с целью трудоустройства в семейный детский сад, как отреагировал заведующий, была ли в курсе такой формы? Спасибо за вопрос. Мне очень повезло, потому что, когда я только открывала семейный детский сад, эта форма в Москве была новой. И открытие семейных детских садов тогда очень приветствовалось. Но, собственно, и сейчас в Москве открыть семейный детский сад проще, чем в любом другом регионе, потому что, если семья имеет, так сказать, такой интерес, то она получает исчерпывающую консультацию и находит образовательную организацию. В то время, когда открывалась я, это было еще проще, потому что у нас, ну, собственно говоря, даже самих заведующих как-то стимулировали к открытию семейных групп. И тот детский сад, в котором я работала, у нас было 11 семейных детских садов, я была не одна такая. И самое приятное, что все эти 11 семей были очень дружественные, мы все давно друг друга знали, и многие близко жили, то есть у нас прекрасный был коллектив, и мы друг другу помогали охотно. И в общем, это были очень прекрасные времена, когда действительно все были заинтересованы в открытии семейных детских садов. из опыта своего могу сказать следующее, что вот первые выпускники моей группы в этом году заканчивают девятый класс. И это уже все-таки дети, которые прошли определенную часть школы, они готовятся к аттестации итоговой за девятый класс, и радуют очень сильно, потому что я вижу, что все, что в них вложено было в детстве, в этом раннем периоде, таком важном, оно принесло свои плоды уже и в школьном возрасте, и младшей школы у нас в общем была как бы проще немножко проходила, ну и даже я не побоюсь этого подросткового возраста, таких детей проходят более, как это сказать, сглаженно, скажем, потому что те самые контакты с родителями, которые часто, к сожалению, утрачиваются у детей, которые воспитаны в семье, они намного более прочные, и конечно же очень большим плюсом для моих уже выросших детей является то, что я нахожусь дома, то есть для них это прекрасный тыл, и они всегда, что бы там ни случилось, находят меня дома, и я с ними могу тоже естественно проводить время и уделять им внимание. Это неоценимо, и многие меня спрашивают, почему я до сих пор не пошла на другую, более высоко оплачиваемую работу, и не занялась чем-нибудь еще, но скажу, что меня это не привлекает, и к сожалению в этом году последний год я работаю в семейном детском саду, младший ребенок вырастает и уходит в школу, и я с большим сожалению прощаюсь с этим этапом в своей жизни, поскольку он очень много дал нашей семье, и именно поэтому я пытаюсь этот опыт транслировать и всячески, так сказать, помогать людям, конечно, совершенно безвозмездно, только в силу того, что пройдя весь этот путь самостоятельно, я понимаю, насколько это важно, насколько это полезно, и насколько это необходимо и детям, и родителям тоже. Благодарю вас. Еще раз поднимается вопрос про видеокамеры, разрешено ли устанавливать видеокамеры при семейном детском саду или нет, видимо, имеется в виду для контроля за воспитателями, за действием воспитателями? Вы знаете, это тот вопрос, на который я не могу дать ответ, потому что я не слышала о подобной практике установки камер, и мне не совсем понятно, зачем это нужно, и, честно говоря, я не обладаю юридическим образованием, но даже на простой слух меня это немножечко смущает, поскольку речь идет все-таки о жилье, это частная, так сказать, собственность семьи, и немножко вызывать сомнения целесообразность установки камер. В данном случае намного лучше работает другой способ взаимодействия непосредственно, межличностное, и взаимодействие с семьей, с детьми, и, в общем, все, что руководитель организации хочет узнать об этой семье, он может узнать при личном контакте и при хорошей творческой работе с этой семьей. Наличие камер, на мой взгляд, это избыточная и неправильная мера. Вряд ли кому-то из, скажем, чиновников хотелось бы круглосуточно работать под камеры. Мне кажется, что мало кто бы на это согласился. Ну что ж, я благодарю всех за внимание, надеюсь, что наша встреча была полезной, и если вопросы возникнут у кого-то в дальнейшем, то, пожалуйста, обращайтесь, готова, буду с вами со всеми поговорить лично с помощью электронной почты, с помощью, так сказать, разных форм коммуникации. Благодарю за внимание. До свидания.